До президентских выборов осталось меньше месяца. Избиркомы готовят документы, партии обучают наблюдателей. А в Приморском отделении Справедливой России принимают наказы избирателей. Чего хотят приморцы от президента, выясняла Анастасия Ярошенко. Своих кандидатов на президентские выборы представили и ЛДПР, и КПРФ. Выдвинули Собчак, Явлинского и Титова непарламентские объединения. И только решение Справедливой России стало для многих удивлением. Сергей Миронов два раза баллотировался на пост президента России. Но в этом году отказался от гонки. Справедливороссы поддержали самовыдвиженца Владимира Путина. Один из самых часто задаваемых вопросов, которые задают наши однопартийцы и вообще люди, которые приходят нам в партию, это почему Справедливая Россия не участвует в выборах президента. Я хочу сказать, что программа нашей партии более чем на 60% совпадает с 11-ю майскими указами президента Путина. Это только одна из причин. Члены Справедливой России приводят целый список партийных инициатив, которые поддержал действующий президент. Увеличение минимального размера платы труда до размера прожиточного минимума, продление выплат материнского капитала, а также выделение бесплатной земли гражданам России, так называемый «дальневосточный гектар». Но это не означает, что стремиться больше некуда. На съезде партии «Справедливая Россия» в январе составили манифест. Перевести российскую экономику сырьевого на индустриальный тип развития, приравнять коррупцию к государственной измене и увеличить размеры пенсий. С края много уезжает. Чтобы не уехать, значит, надо создавать условия. Для этого самое главное, чтобы безопасно, комфортно и жить в мире, в дружбе со всеми вместе. Наказы будущему президенту могут дать не только партийцы, но и любой житель Приморья. Сейчас члены «Справедливой России» собирают предложения в офисах партии и в центрах защиты прав граждан. В основном люди пишут, просят вести контроль за деятельностью управляющих компаний, потому что, к сожалению, ей жалобы на содержание, ремонт, в том числе много вопросов по капитальному ремонту. В «Справедливой России» утверждают, все наказы передадут лично в руки будущему президенту, чтобы пожелания людей были исполнены в ближайшее время. А задача граждан России – прийти 18 марта на избирательные участки и выбрать будущие страны.